Привет, друзья! С вами Наталья Смирнова, финансовый блогер и основатель онлайн-школы по личным финансам NumberOneSchool.ru. Сегодня мой ролик про инструмент финансовый, который, наверное, никак один другой не продавали как почти депозит. Да, действительно, речь про инвестиционное страхование жизни. Это тот самый инструмент, который, когда его вам пытаются продать, чаще всего не называют своим именем. Его подо что-то мимикрируют. И вот сегодня речь пойдет про него. А именно, ну, что это такое? Это первое. Второе. Почему его так сложно продают? С чем связано вот это вот навязывание? Третий момент. Какие его тонкости вам нужно обязательно изучить до того, как вы подпишете документ? И до того, как вы поймете, вообще вам этот инструмент нужен или он вам не нужен? А также мы с вами проговорим недобросовестные практики продаж этого инструмента финансовыми организациями. Как и под каким соусом вам этот инструмент могут пытаться продать, чтобы ни в коем случае не получилось нереализованных ожиданий, разочарований и так далее. Итак, давайте сначала, что такое инвестиционное страхование жизни? Инвестиционное страхование жизни – это микс. С одной стороны, это защита, то есть это поле страхования жизни. С другой стороны, это инвестиции накопления. И вот в этой смеси есть свои плюсы и свои минусы и тонкости. Соответственно, вы, как это работает? Вы, соответственно, в полис переводите энную сумму денег. И далее эта сумма денег инвестируется в соответствии с выбранной вами стратегией полиса. Ну, то есть, может быть, стратегия направлена на инвестиции в облигации или в акции, или привязана к индексу недвижимости и так далее, и так далее, и так далее. Параллельно с этим, пока полис действует, если с вами что-то случится, то тогда вы получаете выплату от страховой компании в соответствии с условиями вашего полиса. То есть, если полис предусматривает, что, если, например, у вас случится, не дай бог, инвалидность, то будет выплата, то она будет. Если не предусматривает, ее не будет. И так далее. Если вы доживаете до конца срока действия этого полиса, то вы получаете назад свои деньги, плюс тот доход, который в соответствии с выбранной вами стратегией вам удалось заработать. Каким он будет, собственно, зависит от стратегии. Вот как это работает. И пока деньги находятся в полисе, они не подлежат разделу в случае развода, они не подлежат взысканию. И в случае, если вы уходите в мир иной, то все, что есть в полисе, наследуются выгодоприобретателями, которые указаны в полисе, не в течение шести месяцев вхождения в наследство, как обычные инструменты и активы, а сразу, как только наследники заявят о своих правах в страховую компанию. Если говорить про налогообложение этого инструмента, то налоговым агентом выступает страховая компания, и налог применяется по ставке 13%, но не со всей прибыли, которую вы заработаете, а только с той ее части, которая будет превышать ключевую ставку. Ну, то есть, например, если ключевая ставка за период действия полиса была, ну, не знаю, там 5%, а по полису вы заработали 7%, то только вот с этих 2% страховая возьмет налог. Вот так это работает. И стратегии бывают разные по этому полису. Бывает с фиксированной доходностью, когда вы точно знаете, сколько вы заработаете. Бывает без фиксированной доходности, хотя сейчас Центральный банк думает на тему того, чтобы в инвестиционное страхование жизни добавить хоть какую-то фиксированную гарантированную доходность. Если говорить про покрытие, защиту на случай различных рисков, тоже вариантов очень много. Бывает, что этот полис предусматривает выплаты и в случае инвалидности, и в случае опасных заболеваний, и так далее, и так далее. А бывает, что и ничего не предусматривает, только выплату в случае вашей смерти. И в случае, если вы дожили до конца, вам возвращает ваши взносы плюс доходность. То есть, бывают варианты разные. Есть варианты, когда вы делаете разовый взнос в полис, а есть варианты, когда вы делаете несколько взносов регулярных. То есть, вот эти программы, они очень-очень-очень разные. И в плане начинки этой стратегии, и в плане защиты от рисков, и в плане того, вы должны разово туда сумму внести, или вы будете делать какие-то регулярные взносы. Все очень по-разному. И если мы говорим про налоговые льготы, то если эта программа оформляется на срок 5 лет и более, то вы имеете право на социальный налоговый вычет в размере до 120 тысяч рублей за год. Этот размер – это размер взноса в эту программу. То есть, если вы, например, открыли инвестиционное страхование жизни на срок 5 лет этому полису, и внесли в него 200 тысяч, то максимум вычет будет 120 тысяч. Если вы открыли этот полис, внесли туда 100 тысяч, то вычет будет, соответственно, 100 тысяч. Пожалуйста, внимание. Когда я говорю «вычет» в размере 120 тысяч, то это правильная формулировка. Не надо мне в комментариях писать, что вычет на самом деле 15 600. 15 600 – это сумма излишнеуплаченного налога, который вам государство возвращает. Вычет – это сумма, вычитаемая из налогооблагаемой базы. И вычет именно максимум 120 тысяч рублей. Посмотрите статью 219 Налогового кодекса Российской Федерации. Этот вычет – это вычет и на страхование, и на пенсию, и на лечение, кроме дорогостоящего, и на обучение, кроме детей. Вот это то, как работает инвестиционное страхование жизни. А теперь давайте перейдем к тонкостям, которые нужно изучить, как я уже говорила, до того, как вы подпишете документ и как вы подпишетесь под данный конкретный полис. Итак, если мы говорим про тонкости, то я их себе даже выписала. У меня тонкости оказалось аж на два листа. Но, опять же, давайте пройдемся про все эти тонкости. Первое. Почему инвестиционное страхование жизни так активно пытаются продавать, но не указывая все вот эти тонкости, про которые я сейчас буду рассказывать? Очень простая причина. Это очень маржинальный продукт для тех, кто продает. Ну, конечно, есть и другие тоже маржинальные продукты, те же самые пифы, не биржевые, а обычные. Их тоже могут активно продавать, потому что действительно маржинальность высока, именно комиссия за продажу. Именно поэтому вам важно убедиться в том, что вы вот эти все тонкости понимаете до того, как вы этот полис купили. Иначе это может привести к разочарованию. Итак, что это за тонкости? Первая тонкость – это то, что нужно изучить внимательнейшим образом стратегию внутри полиса. Как я уже говорила, стратегии бывают разные. И бывают стратегии, где предусмотрена фиксированная доходность. И вы понимаете, что да, вы вложились там на энное количество лет, доходность фиксированная такая-то, и на выходе вы получаете столько-то. Вопросов нет. А есть полисы, где доходность привязана к чему-то, и, соответственно, она не является гарантированной. То есть это, например, привязка к индексу. Или это привязка к каким-то акциям. Если их цена не опустится ниже чем, то тогда вы получите доход. А если опустится ниже чем, то вы ничего не получите в плане доходности. Поэтому внимательно изучайте стратегию. Она может оказаться такой, что за весь период действия полиса вы можете вообще ничего не заработать. Или заработать существенно меньше, чем если вы просто положили деньги на депозит. Да, конечно, есть вариант, что если стратегия окажется успешной, вы можете заработать сильно выше, чем по депозиту, сильно выше, чем по облигациям. Но может такого и не быть. Поэтому первая основная тонкость – это изучить стратегию внутри полиса. Вторая тонкость, тоже связанная в продолжении с первой. Это то, что стратегию внутри полиса менять нельзя. То есть вот вы купили полис, он привязан, например, к золоту или к недвижимости, или еще к чему-нибудь. И он так и будет оставаться привязанным к этому. И если потом через какое-то время рынок там просядет, то поменять вы ничего там внутри не сможете. Есть полисы, где может, правда, предусматриваться возможность смены стратегии. Обычно это раз в квартал. Вы можете перепривязать ваш полис к чему-то другому. Например, первый квартал привязан к индексу российского рынка, потом следующий квартал на китайский рынок, потом на недвижимость, потом на облигации и так далее. Но все равно эта привязка осуществляется не в любой день, а именно раз в квартал. Это тоже нужно понимать. С одной стороны, это ограниченность в изменении стратегии, конечно, ну, это тонкость. Но с другой стороны, конечно, судя по хаотичному движению некоторых начинающих инвесторов, из огня до в полымя, знаете, вот сначала одно купить, потом другое. И вот когда так человека из лево-вправо шатает, это очень часто приводит ни к чему хорошему. Поэтому, с одной стороны, это хорошо, что человек, выбрав полис, не может поменять стратегию. С другой стороны, это тонкость. То есть это надо учитывать. Следующая дополнительная тонкость. Это то, что полис, просто запомните, полис инвестиционного страхования жизни – это не депозит. Вот не депозит. И отсюда мы имеем следующее. Что когда мы говорим про депозит, то мы имеем в виду автоматом ликвидность. Если вы открываете депозит в банке, вы можете в любой момент его закрыть. Да, окей, максимум, что будет, это вы потеряете проценты. И вы получите деньги по ставке до востребования. Но, тем не менее, вы получите и не потеряете то, что вы туда вложили. Если вы досрочно разрываете полис инвестиционного страхования жизни, то вы чаще всего получаете сильно меньше взносов, чем туда положили. То есть это будут потери. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте выкупные суммы, то есть это сколько вы получите, если досрочно разорвете полис, чтобы понимать последствия. С одной стороны, это хорошо, потому что, ну, очень часто люди пытаются, знаете, там, начать копить, но знают, что в любой момент эти деньги можно забрать. И в результате это обычно оборачивается тем, что человек начал копить, потом, ой, надо срочно мне еще вот это, вот это, вот это, вот это. Деньги забираются, и в результате накопить ничего не получаете. Поэтому это хорошо, что, с одной стороны, есть такая защита от самого себя. Но это нужно обязательно учитывать, чтобы не получить разочарование, чтобы подумали, что это депозиты и положили деньги, которые вам реально в ближайшее время могут потребоваться, и потом понимать, что вы оттуда забрать без потерь их не можете. Да, есть такой cooling off период, период охлаждения. Это первые 14 дней с момента оформления полиса, когда вы можете забрать деньги в полном объеме без потерь. Но это только 14 дней, это надо помнить, в обязательном порядке. Так что, пожалуйста, в обязательном порядке помните, что это не депозит. Следующий момент. Еще разок. Это не депозит. Инвестиционное страхование жизни это не депозит, поэтому здесь нет системы страхования вкладов. Здесь нет такой защиты на случай банкротства страховой компании. Но, с другой стороны, в истории современной России пока и не было случаев банкротства какого-либо страховчика жизни. В общем-то, у нас были случаи, когда компании страхования жизни уходили с рынка, но их клиентская база переходила к другим компаниям страхования жизни, и ничего страшного не происходило. Я сама отношусь к клиентам одной страховой компании, и мой полис из одной компании перекочевал в другую, и ничего страшного не произошло. Условия сохранились, все замечательно и прекрасно действует. Но, тем не менее, просто на случай, если вы выбрали какого-то не очень качественного страховчика, я же не знаю, что вам будут пытаться продать. Помните, что страхование жизни инвестиционное это не депозит, и системы страхования вкладов здесь нет. Следующий возможный вариант и трудность. Соответственно, большая тонкость связана с тем, что это инвестиционное страхование жизни. Если это страхование, то значит, что выплаты по этому полюсу могут быть предусмотрены не только банально, когда вы дожили до конца и получаете деньги назад плюс прибыль по стратегии, но и в случае, если с вами что-то случится. И вот здесь уже тоже есть отдельная глава тонкостей. Вам нужно изучить внимательно до того, как вы подписали этот договор, в каких случаях вам страховая может не сделать выплату, то есть отказать. Это есть в исключениях, и вы должны, естественно, их запросить. Не надо верить на слово, что вам говорят, да нормально, все будет, все хорошо. Нет, верьте только печатному слову, именно того договора, который подписываете. В частности, очень часто бывает, что, ну, например, при военных действиях, революциях и так далее, это считается исключением форс-мажором, когда страховая может выплату не сделать. Или, например, если вы занимаетесь экстремальными видами спорта, тоже выплату в случае, если с вами что-то случится, могут не сделать. Или, например, ну, очевидно, что если вы пьяным сядете за руль мотоцикла и станете виновником ДТП, тоже, конечно, вам ничего не выплатят. Плюс обязательно вам могут предоставить, заполнить медицинскую анкету, если вы там не укажете, что у вас какие-то заболевания реально диагностированы, и потом из-за них будет страховой случай, то вам тоже могут отказать в выплате. Поэтому, если есть желание оформить полис, обязательно до оформления запросите, пожалуйста, весь список исключений, когда вам в выплате могут отказать. Не верьте на слово, обязательно читайте. Это в договоре. Следующий момент, тоже тонкость. Очень часто, когда вам продают инвестиционное страхование жизни, за доходность принимают налоговый вычет. И когда вам говорят, вот, по нашему полюсу доходность будет там ды-ды-ды годовых, то, на самом деле, вам нужно уточнить, что в эту доходность зашито. Если туда зашит налоговый вычет, вы должны удостоверить, что вы вообще право на него имеете. Потому что, если вы, например, ИП, ну, как я, или, например, если вы имеете доходы, которые не попадают под социальный налоговый вычет, например, с 2021 года это доходы от инвестиций в ценные бумаги, то вы не можете получить этот вычет, и у вас реально доходность вашего полиса будет совершенно-совершенно другой. И поэтому в обязательном порядке это надо изучить. И еще момент. Если вы захотите расторгнуть договор, то, чтобы страхование не удержало НДФЛ, вам обязательно нужно будет в нее предоставить справку, что вычеты вы не получали, если вы действительно их не получали. Следующий момент. Соответственно, тонкость. Опять же, обязательно нужно с ней ознакомиться. Если вам менеджер называет, что по полюсу будет доходность такая-такая, неважно, фиксированная или ожидаемая, задайте один вопрос. Это до налога или после? Потому что если это до налога, то вам оттуда нужно еще обязательно вычесть налог. Налог, я напомню, по полюсу это 13% с превышения ключевой ставки. Налог берет страховая компания. И недавнее изменение, выведение для некоторых страховщиков жизни. Вам не продадут страховку и с единовременным взносом, или со сложной внутренней составляющей, пока вы не докажете, что вы реально финансово грамотный человек. И для этого вам должны попросить заполнить анкету. Вот это все тонкости, которые нужно изучить до того, как вы подпишите договор, чтобы не было нереалистичных ожиданий и последующим за этим разочарований. Ну что ж, друзья, вы поняли, что судя по всему тому изобилию тонкостей, инвестиционное страхование жизни – это продукт совсем непростой. Но давайте честно, вот вам, когда его пытаются продать, вам вот эти все тонкости рассказывают? Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Я вам больше скажу, что когда продают инвестиционное страхование жизни, очень часто вам его даже не называют инвестиционным страхованием жизни. Самые распространенные практики мисселлинга, ну, то есть недобросовестной продажи, следующие. Первое. Вам инвестиционное страхование жизни могут продавать как депозит на специальных условиях или депозит с повышенной доходностью. На самом деле, ну, действительно, такое может быть, когда вам предлагают оформить банковский вклад, то есть депозит, и плюс к нему дают в нагрузку полис инвестиционного страхования жизни. В общем-то, такие бандлы имеют право на существование, но только если вам озвучивают, что это именно депозит и полис инвестиционного страхования жизни с перечислением всех вот этих вот тонкостей. И если вы по итогам всех этих тонкостей принимаете решение, что да, мне это все подходит, по депозиту действительно повышенная ставка, срок меня устраивает, и по инвестиционному страхованию жизни я изучил все вот эти вот моменты, и меня все правильно устраивает, и я подписываюсь. Если так, окей. Но называть вот это сочетание вклад плюс полис все вместе вкладом – это неправильно. Это ошибка, это мисселлинг, и если вы такое покупаете, то это может привести к разочарованию, что вы одно приняли за другое. Следующий момент. Вам могут впитывать инвестиционное страхование жизни как специальную инвестиционную стратегию, инвестиционный продукт с повышенной доходностью. То есть не называя, что это инвестиционная страховка жизни, называя, что это инвестиционный инструмент, инвестиционный продукт, инвестиционная стратегия. В принципе, это более легкий мисселлинг, но все равно мисселлинг здесь и есть. В чем? Большинство инвестиционных инструментов, они ликвидны. Вы можете оттуда выйти в любой момент. Да, справедливости ради, конечно, может быть такое, что вы вложились условно в акции, в облигации, и в момент, когда вы хотите оттуда выйти, у вас просадка, и вы выходите с убытком. Но возможность выйти, в принципе, есть в любой момент. В инвестиционном страховании жизни досрочное изъятие – это потери. Поэтому вот этот момент нужно обязательно учитывать. Вам действительно предлагают инвестиционный инструмент или все-таки это инвестиционное страхование жизни. Тогда вам нужно все тонкости обязательно еще раз проговорить, чтобы не было такого, что вам продают одно, а на самом деле у вас на выходе в вашем портфеле оказывается совсем другое. И это может привести, опять же, как я говорила, к разочарованию. В остальных случаях, пожалуйста, читайте все до того, как покупаете. Не слушайте, что вам говорят. Не верьте и на слово. Читайте именно документ, который будете подписывать. Чтобы не получилось, а я купила, я думала, вот оно не получилось, и в итоге, ну, разочарование. Это сложный инструмент. И действительно, к нему нужно подходить со всей ответственностью. Иначе, иначе действительно это будет разочарование и прежде всего для ваших денег. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова